Привет, ребята! Меня зовут Иваницкая Ирина, и сегодня по вашим просьбам я покажу, как сделать собачку породы Джек Рассел Терьер, а точнее, это собачка Джина с канала Эли Ди, ну я думаю, вы и так ее узнали. И сделаем мы еще для нее лежак-арбузик, чтобы она могла отдыхать, мисочку в виде косточек, корм для собак и игрушки, чтобы Джина не скучала, теннисный мячик и косточку. Чтобы сделать тело, я беру белую глину и начинаю вытягивать шею и голову, загибаю шею вверх, а голову вниз, выделяю лобную часть и вытягиваю длинную мордочку носик, поправляю изгиб на шее под головой и начинаю формировать тело, выделяю грудную часть. Смотрите, какой изгиб должен там получиться. Стараемся его повторить. Затем немного сощипываем и вытягиваем стык передней лапы. Поправляем грудную часть, чтобы она хорошо выделялась над лапкой. И потом начинаем формировать животик и стык задней лапки. Смотрите, снизу очень выраженный изгиб, где переход в лапу. Повторяем его на своей фигурке. Должен получиться как бы узенький животик, а грудная клетка должна остаться широкой. Все поправляем и проверяем, чтобы похож был на рисунок. Дальше делаем лапы. Катаем колбаску, слегка ее сплющиваем с одной стороны. И этой широкой части уже приклеиваем к туловищу. Приглаживаем все стыки зубочисткой. И начинаем делать изгиб. Лишнее все отрываем. Смотрите, чтобы лапки получились одного размера. И приклеиваем переднюю лапку. Делаем ее точно таким же образом. И тоже приглаживаем стыки зубочисткой. Снова же проверяем, чтобы лапы были одного размера. Дальше берем тонкий пласт коричневой глины и вырезаем полоску посередине. Приклеиваем пласт на голову. Это будут коричневые пятнышки на шерсти у нашей собачки. Хорошо приглаживаем глину, чтобы не осталось стыков и переходов. Все лишнее срезаем. Вырезаем переходы пятнышек, чтобы они получились округлыми. То есть пятнышко на голове должно плавно переходить в шею. Все стыки я после потом просто сглаживаю. Я стараюсь все пятнышки делать примерно схожими с пятнами джины LED. Вы же можете делать любые. Дальше приклеиваю точно такой же пласт на спинку и тоже обрезаю все лишние, делая пятнышки округлыми. И снова все нужно хорошо пригладить, чтобы не было стыков. Чтобы собачка смотрелась гладенькой и ровненькой. И дальше уже делаем коричневые ушки. Сплющиваем овал. С одной стороны его делаем поуже и загибаем его. Приклеиваем ушки на голову. Делаем хвост. Катаем колбаски белого и коричневого цвета. Срезаем края и складываем их вместе. Прокатываем и заворачиваем хвост. Приклеиваем его к телу. Дальше делаем углубление для глаз. Вставляем в углубление белый кружок. Потом коричневый размером поменьше. И черный зрачок самого маленького размера. На верхнюю часть глаза приклеиваем веки, полукруги коричневого цвета. И приклеиваем черный носик. Затем беру черную пастель и слегка окрашиваю края и веки глаз. Чтобы они лучше выделялись. Лишнее потом все стираем. И подкрашиваем еще мордочку над носиком и под носиком. И вот наша собачка почти готова. Осталось выделить по три пальчика на всех лапках. И приклеиваю белое пятнышко на спинке, как у Джины. Все. Фигурку можно запекать 25 минут. И Джина готова. Смотрите, какая она хорошенькая получилась. Маленькая. Как раз для кукольного домика. Теперь у ваших кукол будет новый питомец. А теперь давайте сделаем лежак в виде арбузика. Для этого раскатываем зеленую глину в толстый пласт. Берем что-нибудь кругленькое и вырезаем круг. Затем перекладываем наш зеленый круг на тонкий пласт красной глины. И снова вырезаем круг. Вот так вот должно получиться. Делаем тонкую зеленую полоску. Приклеиваем на нее уже толстую белую полоску. И сверху все опять накрываем тонкой красной полоской. Срезаем все лишнее. И обклеиваем полученной полоской наш круг. Красным цветом внутрь. Прижимаем хорошо. Срезаем лишнее по краям, оставляя проход к лежаку. И старой зубной щеткой придаем текстуру на красном слое, имитируя ткань или текстуру арбузика. Вот так вот должно получиться. Запекаем лежак 20 минут. Затем зеленой акриловой краской рисуем полоски, как у арбузика. Рисуем их по кругу. Так как у меня глина получилась темно-зеленой, я наоборот рисую светлые полоски. Смешиваю желтую краску с зеленой, чтобы она получилась более яркой и насыщенной. А сверху рисуем черные семечки. Просто ставим черной краской точечки по кругу. И вот такой вот лежак у меня получился. Как раз идеально подойдет для нашей джины. Смотрите, как она классно на нем смотрится. Теперь давайте сделаем для нее мисочки. Нужно же нам ее из чего-то кормить. Берем толстый пласт фиолетовой глины и начинаем вырезать косточку. Обратной стороной скальпеля продавливаем два углубления для тарелочек. Берем серые круги и вставляем их в углубления. И тоже продавливаем их обратной стороной скальпеля. Вклеиваем их туда и поправляем. Дальше сделаем корм из коричневой глины, катаем шарики и сплющиваем их. И запекаем все уже 15 минут. После я окрашиваю серебристым лаком для ногтей мисочки, чтобы они выглядели реалистично, будто металлические. И вот так вот получилось. Можно засыпать корм в мисочку. А в другую давайте нальем немножко водички. И зовем Джину. Пускай попробует. Ммм, как вкусно! Думаю, ей понравилось. Кушай, это все для тебя. Ребята, если вы хотите распечатать себе вот такие коробочки для корма собак, я оставлю ссылочки на шаблоны в описании. И давайте же сделаем игрушки для нашей Джины. Из светло-желтой глины катаем колбаску и скатываем в серединки. А края прижимаем, чтобы они получились шире. Зубочисткой рисуем вмятины по серединке с каждого края. И начинаем уже сглаживать все углы и неровности, чтобы она получилась красивой и округлой и была похожа на косточку. Делаем теннисный мяч. Собаки их очень любят. Катаем желтый шарик и приклеиваем белую полосочку в виде овала, чтобы серединка сужалась, а края остались широкими. И вот такой вот мячик должен получиться. Теперь запекаем все игрушки 15 минут. И весь игровой набор готов. Теперь у ваших куколок появился новый питомец, который будет ей не только другом, но и защитником. А также смотрите и другие мои мастер-классы с питомцами. Мы уже сделали волнистых попугайчиков и хомячка. Ссылочки на видео я оставлю в описании. А также подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайк этому видео. Подписывайтесь на мою группу ВКонтакте. Там тоже много всего интересного. Лепите вместе со мной, а мы уже встретимся в следующем видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok